Беседа на слова вдовица доизбирается не менее как шестидесятилетняя. 1 Тимофеев 5.9. И воспитание детей, и о милостыне. Вовремя благодать Духа устроила, что было читано то отделение апостольского послания, которое вы слышали сегодня, потому что оно имеет немалое сродство и связь с недавно сказанным. Если не в словах, то в мыслях. Недавно было прочитано изречение «Хочу оставить вас, братья, не в неведении об умерших». И много было сказано тогда в воскресенье о том, что нужно благородно переносить таковые страдания и благодарить Бога, берущего близких нам. А сегодня прочитано следующее. Вдовица должна быть избираемой не менее как шестидесятилетняя, бывшая женой одного мужа. Так как вдовство происходит от смерти, и оно особенно напрягает боль и возбуждает печаль, то помни недавно сказанное, что мы говорили в утешении печалящихся. И приняв это со всем усердием, положитесь тем в хранилище своего ума. Название вдовство, по-видимому, есть название несчастья. Но на самом деле оно не таково, а есть достоинство, честь и величайшая слава. Не позор, а венец. Хотя вдова не имеет сожителем своего мужа, но она имеет сожителем Христа, отстраняющего все приходящие бедствия. При случающихся обидах вдове достаточно войти, преклонить колено, тяжко вздохнуть и пролить слезы, чтобы отстранить всякий навет обидчиков. Оружие вдовы – это слезы, воздыхание и непрестанные молитвы. Этим она может отразить не только обиду человеческую, но и нападения бесовские. Вдова освободилась от дела житейских и уже идет к небу. И то усердие и служение, которое она оказывала мужу, может употребить на дела духовные. Если же скажешь, что в древности вдовство было несчастьем, я скажу на то, что и смерть была проклятием, но стала честью и достоинством для тех, которые переносят пришествие ее благородно. Так мученики венчаются, таким самым образом и вдова восходит до великого достоинства. Ты желаешь знать, что такое вдова? Как она почтенна пред Богом и угодна ему, и есть величайшая защитница, как она, появившись, избавляет и примеряет с Богом осужденных, отвергнутых, не имеющих дерзновения, ненавистных ему и лишенных всякого оправдания, и не только приносит им прощение и избавление от наказания, но и великое дерзновение, и блеск, и соделывает их чище солнечных лучей, хотя бы они были отверженнее всех людей. Послушай самого Бога, который говорит к иудеям, «Когда вы простираете руки ко мне, то я отвращаю очи мои от вас, и когда умножаете моления, я не слышу вас, руки ваши полны крови». И однако с этими преступными, человекоубийцами, непрямодушными, бесчестными, он обещает примириться, если они станут помогать переносящим несправедливость вдовицам. После того, как сказал «Отвращаю очи мои и не слышу», он говорит «Рассудите сироту и оправдайте вдовицы, придите и рассудим, если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю». Видишь ли, какую силу имеет вдовица, где она оказывает свое заступление, не перед начальником и царем земным, но перед самим царем небесным. Какой она может прекратить гнев, примирить владыку с неизлечимо больными, избавить от невыносимого наказания, душу, покрытую грязью грехов, омыть от этой нечистоты и довести до высшей чистоты. Поэтому не будем презирать вдовствующей жены, но будем оказывать ей всякое попечение. Истинная вдовица есть наша заступница. Впрочем, нужно внимательно рассмотреть, о какой вдовице здесь говорит он. И те, называются вдовами, которые впадшие в крайнюю бедность и, будучи внесенных в список, питаются насчет церковного имущества. Как было при апостолах, говорится, «возник ропот у еленистов на евреев за то, что вдовицы были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии пищи». И не такие только называются вдовицами, но и те, которые, не нуждаясь ни в чем, пользуются довольством и управляют своим домом, но только лишились мужа. Посмотрим же. «О какой вдовице здесь?» – говорит он в словах. «Вдовица должна быть избираема не менее как шестидесятилетняя». А той ли, которая нуждается в помощи и имеет надобность питаться насчет церковных имуществ, или о ненуждающейся и живущей в довольстве? Весьма очевидно, что о последней. Когда он говорит о первой, изнуряемой голодом, то не назначает времени и не требует строгих нравов, но просто говорит, если кто верный или верно имеет вдовиц, то должен довольствовать их и не отягощать церковь. Не сказал, когда она будет шестидесяти лет. Не сказал, если она принимала странников, если умывала ноги святым, и весьма естественно. Где должно исправить бедность, там он не назначает времени. Что если пятидесятилетняя будет изнуряться голодом? Что если юная будет иметь уродливое тело? Не сидеть ли ей, дожидаясь шестидесятого года? Но это было бы крайне бесчеловечно. Поэтому, когда нужно утолить голод, он не входит в точное рассуждение о годах и душевной добродетели. А когда нужно не бедность исправить, но доставить честь по достоинству, то естественно он предлагает такое исследование нравов. Как есть лики дев, так в древности были и лики вдов. И не позволялось им просто вписываться в число вдов. Таким образом апостол говорит не о той, которая живет в бедности и нуждается в помощи, но о той, которая избрала себе вдовство. Для чего же и этой он назначает год? Он знал, что юность есть как бы горящий костер и море, исполненное волн и многих смятений. Поэтому, когда они будут иметь свободу от своего возраста и будут пребывать в старости, как бы в пристани, когда у них угаснут пожелания, тогда он безбоязненно вводит их в этот лик. А что скажешь, разве многие, начав с 20-го года, не блестали до конца, не несли ярма и не показывали в себе апостольской жизни? Неужели же, скажи мне, мы станем препятствовать им? И тогда, как они желают жить во вдовстве, мы будем принуждать их вступать во второй брак. И как это достойно апостольской мысли? Что же значат эти слова? Выслушайте с отщательностью возлюбленные. Самый признак этого изречения. Их 11. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Так, как многие из людей, склонны к злословию, изощрили язык свой против предстоятелей церкви, то он, желая избавить начальника от обвинений, предписывает такие законы и говорит, ты не принимай, ты не избирай. Если она сама собой и добровольно пожелает избрать это, пусть сделает, но ты пока не принимай ее, чтобы не сказали, что молодую вдову, которая желала вступить в брак и управлять домом, такое-то принудил, и вследствие этого она упала и споткнулась. Ты не избирай ее, чтобы, если она падет, тебе быть свободным от обвинений. А если не падет, то с большей безопасностью избрать ее в приличное время. Когда же, он говорит? Их 14. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. То послушай, о каких он говорит юных? О тех, которые после кичливости ко Христу желают вступить в замужество, болтливы, суетны, обходят дома, говорят, не должное. Они совратились вслед сатаны, сказав просто, а молодые хочу, чтобы выходили замуж. Он не замолчал, но говорит и то, каких он разумеет юных, и приводит их падения. Какие падения? Слушайте, молодые же вдовицы не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы. Любопытны, и говорят, чего не должно. След кого? След сатаны. Развратились некоторые. Уже совратились. Таким образом, если какие после того, как избрали вдовство, и приняли на себя все бесчестие этого состояния, потом опять желают вступить в замужество, то лучше им приступить к этому прежде, нежели они приняты, и без попрания договоров со Христом, а которая не такова, для той он не предлагает необходимости второго брака. А что это справедливо, видно и следующее. Если бы для всех женщин он поставил законом вступать в супружество и господствовать над домом, то излишне он и требовал бы. Вдовица должна быть избираема не менее к 60-летней, бывшей женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитывала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим, и была усердна ко всякому доброму делу. Если ты повелеваешь всем юным вступать в замужество, то как может кто-нибудь быть женою одного мужа? Таким образом, слова его относятся к тем невоздержным. Так поступает он и касательно брачного сожития, сказав, и не отвращайтесь друг от друга только по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, он для того, чтобы ты не подумал, что это дело закон, приводит и причину, после говоря, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Это говорю я вам, советую, а не по повелению, но по невоздержанию вашему. Таким образом, как там говорится это не всем, но более невоздержимым из людей и легко уловляемым, так и здесь, тем из женщин которые удобно преклонны и не могут сносить с отчательностью жизнь вдовства, этих он уговаривает и советует вступать во второй брак. Вдовство – дело двоякое. В чем же оно двоякое? Оно есть оказание добрых дел и преимущество величайшей чести. Как начальство есть двоякое дело, имеет и дела, и достоинства. Достоинство начальства есть могущество, служение от народа и самое начальствование. А дела начальства – помогать терпящим несправедливость, препятствовать несправедливым, управлять городами, проводить ночи в думах об общественных делах и многое другое. Так и вдовство. Имеет и достоинство, и дело. Достоинство есть самое состояние вдовства, величайшее, как мы показали впереди. А дело – не вступать в вторичном замужество, но довольствоваться первым мужем, воспитывать детей, принимать странников, умывать ноги святым, довольствовать скорбных, отдаваться всякому доброму делу. Итак, Павел, беседуя об этом, все дела вдовы представляет совершать ей самой. А в достоинство вдовы влик и ряд вдов не предоставляет ей войти, пока она не достигнет 60-го года. И он едва не говорит так. Пусть она совершает дела вдовы, а честь этой удостаивается тогда, когда, оказав все, будет иметь безопасность и по времени, и доказательства от дел, и свидетельства от вне. Никто пусть не думает, будто эти слова пригодны только жену, нет, они полезны и мужьям, чтобы и они любили и скончавшихся жен своих, и не заставляли детей жить вместе со львицами, приводя им мачех, и не спровергая всю свою безопасность. Впрочем, говоря это, мы не законополагаем отвращать от второго брака, но увещеваем и советуем благоразумно довольствоваться первым. Иное дело увещевать и советовать, а иное законополагать. Кто увещевает и советует, тот предоставляет слушателю быть господином в избрании советов, а кто законополагает, тот отнимает эту возможность. Так и церковь не законополагает того, а только увещевает. И Павел предоставил второй брак, сказав так, 1 Коринфянам 7,39-40, Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. Как прекрасен брак, а лучше девство, так прекрасен и второй брак, а лучше его первый и единственный. Итак, мы не отвергаем второго брака, и незаконополагаем этого, но увещеваем. Если кто может быть целомудренным, оставаться при первом. Увещеваем и советуем это. И для самой безопасности дома. Второй брак часто бывает началом и предлогом раздора и ежедневных суматох. Часто муж, сидя за столом, и вспомнив о первой жене, при второй, тихо прослезится, а этот тотчас свирепеет и приступает, подобно дикому зверю, требует от него удовлетворения, за нежность к той. Если он захочет хвалить скончавшуюся, то основание похвал делается предлогом для суматохи и раздора. Мы с врагами скончавшимися примиряемся и после их жизни прекращаем вражду к ним. А у женщин все напротив. Ту, которой она не видала, которой не слыхала, от которой не потерпела ничего ужасного, она ненавидит и отвращается, и самая смерть не погашает ненависти. Кто видал, кто слыхал, чтобы с завистью ревновали праху и враждовали против пепла? 335. Но беда не ограничивается этим, а хотя бы родились дети от второй жены, хотя бы нет, опять суматоха и раздор. Если они не родились, то она больше мучается и за это смотрит на детей первой жены как на врагов, причинивших ей величайшую несправедливость. При жизни яснее чувствуя собственное бездетство. Если же они рождаются, то опять не меньшая беда. Часто муж, нежно расположенный к отошедшей, обнимает ее детей, любя и вместе сожалея о сиротстве их, а это всюду желает отдать предпочтение своим детям, а тех не желает поставить даже в ряд братьев, но отверженных домочадцев. Все это может не извратить дом и сделать для женившегося жизнь не в жизнь. Поэтому увещеваем, если возможно, оставаться целомудренными, довольствоваться первым браком и ни женам не искать женихов, ни мужьям жен, чтобы не не извратить всего дома. Для чего же апостол, беседуя о вдовстве, не удовольствовался только первым высказыванием в словах единого мужа, жена, чтобы ты знал, что вдовою делает не просто только то, чтобы не вступать во второй брак, но и упражнения в добрых делах, милостыни, человеколюбии и служения странникам. Если девам нисколько не принесло пользы девство их, хотя девство гораздо больше вдовства, но они отошли с бесчестием, когда погас огонь в светильниках их, так как они не могли показать плодов человеколюбия и милостыни, то тем больше вдовам не поможет их вдовство. Итак, Павел, слыша эту притчу, опасаясь за вдов, с великой обстоятельностью рассуждает об этом предмете, чтобы они, надеясь на единобрачие, не стали не родить об остальной добродетели, потому и говорит 1 Тимофею 5-10, известное по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, как девство хорошее дело, но без остального остается бесплодным и затворяет черток жениха, так и вздовство, хорошее дело, но без остальной добродетели тщетно и излишне, поэтому Павел и не ограничился увещанием, не вступать в вторичное замужество, но и многого другого гораздо большего и высшего требует от вдовы, как выбирающий воинов ищет здоровье телесного, так и он, избирая вдову в воинство Христова, искал душевного здоровья и крепости и усердия ко всем добрым делам, говоря если детей воспитывала, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу, каждое из этих выражений, по-видимому, есть простое слово, но заключает в себе великую жизнь, и во-первых, если угодно, исследуем то выражение, которое он поставил первым, если воспитала детей, здесь он говорит не о простом питании, которое по разумению многих состоит в том, чтобы не допускать детей изнуряться голодом, такого пренебрежения никогда не допустит, и самая необходимость природы, поэтому не нужно ни повелений, ни законов, чтобы вдову питали свое порождение, но он говорит здесь о попечении касательно праведности, о воспитании, соединенном с благочестием, так что не воспитывающий детей таким образом, суть более дето убийцы, нежели матери, это говорю я не только женам, но и мужьям, часто многие из отцов делают все и принимают все меры, чтобы у сына был прекрасный конь, блестящий дом или многоценное поле, а о том, чтобы у него была прекрасная душа и благочестивое намерение, этому они не оказывают никакого внимания, это и расстраивает всю вселенную, то, что мы не родим о собственных своих детях, заботимся об их приобретениях, а душой их пренебрегаем, допуская крайне безумное дело, хотя бы и многие многоценны были приобретения, но если нет могущего распоряжаться ими с добродетелью, то все погибнет и уйдет вместе с ним, и может принести приобретателю крайний вред, а если душа его будет благородна и любомудра, то хотя бы у него не было ничего отложено, он будет в состоянии безбоязненно удерживать приобретение всех, и так, должно смотреть не на то, чтобы сделать их богатыми серебром и золотом и тому подобным, но чтобы они были достаточнее всех благочестием, любомудрием и приобретением добродетели, чтобы они не нуждались во многом, чтобы не увлекались житейскими предметами и юношескими пожеланиями, нужно тщательно смотреть и за входами их, и выходами, и за поведением, и знакомствами, зная, что за небрежение об этом, мы не будем иметь прощения от Бога, если с нас потребуется отчет в промышлении об остальных, так как никто, говорит апостол, не ищет своего, но пользы ближнего ищи, 1 Коринфянам 10, 24, то насколько боли в промышлении о своих детях, не поселил ли я, скажет Бог его с тобою сначала, не приставил ли тебя к нему учителем, предстателем, попечителем и начальником, не положил ли совершенно в твои руки всю власть над ним, в нежном возрасте образовывать его и настраивать повелел я, какое же ты можешь иметь оправдание, если пренебрегаешь его неповиновением, что скажешь ты, то ли, что он необуздан и груб, но это должно было предвидеть в начале, когда он был способен к обузданию и весьма молод, и обуздывать его тщательно, приучать к должному, настраивать, исцелять душевные болезни его, когда работа более легка, тогда и должно истаргать шипы, так как при более нежном возрасте их легче вырвать, так и страсти, оставленные в пренебрежении, возрастают и делаются неудобо исправимыми, поэтому и говорит премудрый, преклони от юности вывив его, когда воспитание может быть более легким, стерах 7.25, и не только Бог повелевает, но и сам помогает тебе в этом деле, как и каким образом злословичий отца своего или матерь свою говорит он смертью умрет, видишь ли, какую он поставил ему грозу, каким оградил опасением, как сильный взял твою власть, какое же можем мы сказать оправдание, если он сам не щадит даже их жизни, когда они оскорбляют нас, а мы не допускаем им даже неудовольствия при оскорблении ими Бога, я говорит он не откажусь даже умертвить оскорбившего тебя, а ты не можешь опечалить даже словом поправшего мои законы, может ли это быть достойно прощения, ты видишь, что он оскорбляет создателя и не негодуешь, скажи мне, и не устрашаешь и не порицаешь, при том зная, что сам Бог воспрепятствовал этому, не потому, будто бы ему был какой-нибудь вред от оскорбления, так как божество не может потерпеть, но для спасения его же самого, кто неразумен и бесчувствен по отношению к Богу, тот гораздо более может оскорбить своего родителя и собственную свою душу. 337. Итак, не будем беспечными, зная, что дети, хорошо настроенные и в настоящей жизни будут уважаемыми и блестящими. Человека, живущего добродетельно и пристойно, все стесняются и почитают, хотя бы он был беднее всех, а от порочного и развратного все отвращаются и ненавидят, хотя бы он приобрел многие достатки. И не только у остальных людей он будет в уважении, но и для тебя родители будет более желанен, представляя, кроме природы, еще другое не меньшее побуждение к любви, добродетель. И не только будет более желанным, но и более полезным для тебя, будучи твоим служителем, рабом, кормителем в старости. Как неразумные в отношении к Богу презирают и родители, так служащие создатели оказывают и родителям многую честь. Поэтому, чтобы тебе заслужить одобрение от Бога и от людей, сделать для себя жизнь приятную и избавиться от будущего наказания, показывай о нем все свое старание, что действительно неродящие дети, хотя бы они во всем другом были исправны и умеренны, за этот грех подвергнуться крайней ответственности. Я расскажу тебе одну древнюю историю. У иудеев был один священник, во всем прочем исправный и умеренный, по имени Ильи. У этого Ильи были два сына, предавшиеся крайнему нечестию. Он не удерживал и не препятствовал, или лучше, хотя и удерживал и препятствовал, но не с надлежащей тщательностью и силою. Тогда, как должно было наказывать их плетью, выгонять из отеческого дома, употреблять все способы исправления, он только увещевал и советовал, говоря так, «Дети мои, нехороша молва, которую я слышу о вас». 1 Царств 2.24 «Что говоришь ты? Они оскорбили владыку, а ты называешь их чадами. Они не признают создателя, а ты признаешь родство с ними. Поэтому, говорит, что он не вразумлял их, так как вразумление состоит в том, что мы не просто советуем, но что наносим удар сильный и резкий, такой, какого требует гнилость и язвы. Недостаточно только сказать или предложить увещание, но должно оградить многим страхом, чтобы пресечь легкомыслие юности. Итак, когда он, хотя увещевал, но не увещевал, как должно было, то Бог выдал их врагам. Во время происшедшего сражения они пали в боевом строю, и сам он, не перенесший вести об этом, упавший, разбился и умер. Видишь ли, как справедливо я сказал, что отцы бывают и детоубийцами, не принимая сильных мер в отношении к легкомысленным детям своим и не требуя от них благоговения к Богу. Таким образом, Ильи сделался детоубийцей ю. Хотя сыновей его закололи враги, но виновником убийства сделался он, лишивший их помощи Божией своим легкомыслием о них и оставивший их непокрытыми и одинокими для желающих схватить их. И не только их, но вместе с ними он погубил и себя самого. 339. Это же терпят многие из нынешних отцов, не желая наказывать плетью, не порицать словами, не опечалить сыновей своих, живущих беспорядочно и беззаконно. Они часто видят их схваченными в крайних преступлениях, отведенными в судилище, обезглавленными через палачей. Когда ты не воспитываешь их, когда ты не вразумляешь, смешавшись с людьми преступными и развращенными и став участником их нечестии, они подвергаются общим законом и наказываются пред глазами всех. И после такого несчастья бывает больший стыд, когда все пальцем указывают на отца по смерти его сына и делают недоступную для него площадь. Какими глазами он в состоянии будет взглянуть на встречающихся с ним после такого бесчестия и несчастья сына. Поэтому прошу и умоляю оказывать многое промышление о своих детях и всюду искать спасение души их. Ты учитель всего дома и тебе Бог непрестанно предоставляет и жену и сыновей. Так Павел то говорит о женах. Если чему жены желают научиться, то пусть спрашивает дома у своих мужей, то о детях воспитывайте их, в наставлении и учении Господнем. Помышляй, что у тебя в доме золотые статуи, дети, каждый день настраивай и осматривай их тщательно и всеми мерами упорядочивай и образовывай их душу. Подражай блаженному Иову, который, боясь за ошибки у них и в мысли, приносил за них жертвы и многое оказывал о них промышления. Подражай Аврааму, который старался не о деньгах и о приобретениях, но о божественных законах, чтобы внушить потомкам тщательное их соблюдение. Об этой добродетели его свидетельствует Бог, говоря так. Авраам заповедовал сыновьям сыну своему правду и суд. Бытие 18-19. Так же и Давид, когда умирал, призвал сына своего и вместо великого наследства внушал и непрестанно говорил ему следующее, если ты, сын мой, пожелаешь жить по законам Божьим, то не постигнет тебя ничто неожиданное, но все дела твои пойдут по течению и будешь наслаждаться многой безопасностью. Если же лишишься этой помощи, то не будет тебе никакой пользы от царства и от моей многое твоей славы и силы. Это и подобное говорил он, хотя и не такими словами. Это и мы при жизни и при смерти будем говорить своим собственным детям и убеждать их, что великое богатство и непогрешимое наследство и беспечальное сокровище есть страх Божий. И будем стараться оставлять им не деньги гибнущие, но благочестие пребывающее и неиздеваемое. Когда нет благочестия, тогда и имеющиеся деньги гибнут с опасностями и крайним стыдом, а когда оно есть, тогда и не имеющиеся пребывает. Если ты прекрасно возрастишь сына своего, то и он своего собственного сына, а этот своего сына. И как бы некоторая лента и ряд лучшей жизни все пойдет вперед, получив начало и корень от тебя, и принося тебе плоды попечения о потомках. Если бы отцы тщательно воспитывали своих собственных детей, то не нужно было бы ни законов, ни судилищ, ни мщений, ни наказаний, публичных убийств. праведнику говорит апостол нет закона, но так как мы не заботимся о них, то и подвергаем их большему злу, и предаем в руки палачей, и постоянно толкаем в пропасть, угождай сыну твоему, и будешь перевязывать раны его, говорит премудрый в серах 37. Что значит угождающий? Милующий, льстящий, услуживающий через меру, а он имеет нужду в строгости, попечении и угрозах. Говорю это не с тем, чтобы мы были слишком жесткими к детям, но чтобы мы не являлись им презренными. Если жена должна бояться мужа, то гораздо более сын отца. Не говори мне, что невозможно превзойти юность. Если Павел требует этого промышления от жены вдовой, то гораздо больше от мужей. Если бы это было невозможно, то он и не повелевал бы. Но вся порочность происходит от нашего легкомыслия, от того, что мы не с начала и не с первого возраста руководим детей к благочестию, о том, чтобы они получили внешнее воспитание и поступили в военную службу. мы стараемся бросаем деньги, просим друзей и много ходим туда и сюда. А о том, чтобы они были в уважении у царя ангелов, не обращаем на это никакого внимания. На зрелище ходить мы постоянно позволяем им, а в церковь не принуждаем никогда. Если же однажды или дважды дитя побудет, то бывает так бесцельно, тщетно, напрасно и для забавы. Не так должно быть, но как посылая в училище мы требуем от них отчета в науках, так и в церковь посылая, а еще более ведя. Не другим верять их, но самим с ними нужно бы ходить сюда. И должно было бы требовать, чтобы они помнили слышанное и преподаваемое здесь. В таком случае, в таком для вас было бы легко и приятно исправление детей. Если бы и дома они постоянно слышали от нас беседы о любомудрии и советы им о должном, и здешнее присоединилось бы у них к тому, то скоро бы они показали нам благородный плод этих прекрасных семян. Но мы не делаем ничего такого, но у нас необходимые побочные дела. Если кто станет увещевать к этому тотчас смех, посему и не завратилось все, и которых не воспитывают родители, воспитывают внешние законы. 341. Неужели ты не постыдишься и не покраснеешь, скажи мне, когда сына твоего будет наказывать и вразумлять судья, когда будет нуждаться во внешнем исправлении тот, кто сначала жил вместе с тобой столько времени, ты не будешь скрываться и прятаться? Как осмеливаешься, скажи мне, называться еще отцом, предав таким образом сына, не сделав ему необходимого побуждения, но оставив без внимания растление его всяким злом. Если ты увидишь какого-нибудь беглого раба, бьющим палкой твое дитя, то досадуешь и гневаешься, негодуешь жестче зверя, приступив к лицу ударившего, а видя, как дьявол каждый день бьет его, демоны вводят в грехи. Ты спишь и не досадуешь, даже не выхватываешь своего сына от жесточайшего зверя. Опять, если он будет под действием демона, ты бежишь ко всем святым и обременяешь живущих на вершинах гор, избавить его от этого беснования. А если грех, который жестче всякого демона, непрестанно обременяет его, ты ничего не делаешь. Между тем, обременение демоном нисколько не жестко, потому что демон совершенно не может вернуть в гиену. Но если мы бодрствуем, то это искушение принесет нам блестящие и славные венцы, когда мы будем с благодарностью переносить такие нападения. А кто живет во грехе, не имеет средств спастись когда-нибудь, но необходимо и здесь подвергается бесчестью, и по отшествии туда опять бесконечно наказывается. И однако, зная это, мы для очень немногого прилагаем старания, а для весьма великого не желаем даже поднятия. В виде беснующегося рыдаем, а в виде согрешающего даже не чувствуем. Между тем, как должно убиваться и горько плакать, а лучше не плакать, только наиудерживать, обуздывать, советовать, увещевать, устрашать, укорять, прогонять эту болезнь всяким способом врачевания и подражать той вдове, о которой он говорит Павел, если воспитывала детей, потому что не к ней только, но и ко всем вообще он простирает это слово и всех увещевает так, воспитывайте детей в наставлении Господнем это первое и величайшее из благ его он прежде всего требовал и от вдовы а затем говорит если принимала странников что говоришь ты скажи мне от жены вдовой ты требуешь страноприимства недовольны ли для нее воспитывать детей нет говорит но должно присоединить и это вместе с управлением своими домашними нужно иметь промышление и от чужих и открывать свой дом для странников скончался муж трать все усердие к нему на странников а что скажет кто-нибудь если она бедна но она не беднее той вдовы которая имея немного муки и сосуд елея приняла великого пророка Илью и там были дети но ни недостаток состояния ни сила голода неожидаемая смерть ни забота о детях ни вдовство и ничто другое не стало препятствием для странно приимной женщины так везде изыскивается не мера имущества но мера душевного расположения великодушный и богатый душевным расположением хотя бы он был беднее всех людей деньгами может всех превзойти и странно любим и милостыней и остальным всяким благорасположением а мелочный и бедный душевным расположением и присмыкающийся по земле хотя бы он был достаточнее всех бывает беденее и недостаточнее всех поэтому он и медлит и уклоняется от всего такого как бедному бедность не может быть препятствием к милостыне по причине его душевного богатства так богатому достаток нисколько не может содействовать благорасположению по причине его душевной бедности примеры этого близко вдова и с небольшим количеством муки приняла пророка а Ахав стежав такое богатство домогался еще и чужого так не богатство денеже но богатство душевное доставляет нам удобство к милостыне и та вдова двумя только лептами превзошла множество богачей и бедность не стала ей препятствием напротив это самое бедности сделало милостыни ее большие как и Павел говорит ибо глубокая нищета их преизбыточествовала богатстве их радушие 2 Коринфянам 8 2 ведь не на то нужно смотреть что она бросила две лепты но что она имеет только их не пощадила себя и внесла все свое состояние за это ей нужно удивляться и венчать и так нам нужно не изобилие а готовность когда мы принимаем странников как при этой готовности не может быть никакого вреда от бедности так при отсутствии ее не может быть никакой пользы от достатка что говоришь ты вдова заботится о детях и потому не может служить странником но потому самому она удобнее будет делать это имея общниками служения сыновей своих которые будут помогать ей и разделять с ней эту прекрасную деятельность таким образом множество детей будет не препятствием но пособием странно приимствует и множество рук доставит этому служению много удобства не говори мне о многоценной трапезе если она примет странника в дом свой если предложит имеющиеся у ней если окажет многое благорасположение то готов всякий плод странно приимства если одна только чаша холодной воды доставляет царство небесное то принять под свою кровлю сделать общником трапезы и доставить отдохновение это скажи мне какого не принесет плода рассмотри точность Павла он требует здесь не просто странно приимства но такого которое соединено с усердием и пламенной душой и горячим расположением сердца сказав если принимала странников он присовокупил если умывала ноги святым не служанкам ей нужно поручать служение страннику сидя самой с гордостью но быть самодеятельной схватывать себе этот плод и никому не уступать этого прекрасного сокровища как это скажет может быть если она благородно знатно блестящая и знаменита по предкам то неужели ей самой умывать ноги странника не будет ли это постыдно напротив постыдно не умывать человек хотя бы ты в тысячу раз поднимал ее благородство знатность и блеск она имеет одну и ту же природу с тем кого омывают есть раба подобная и равночестная тому кому служит 343 подумай кто омыл ноги ученикам и перестань говорить мне о благородстве общий владыка вселенной царь ангелов омыл ноги припоясавшись полотенцем и не только ученикам но и самому предателю видишь ли какое расстояние между омывающим и омываемыми и однако все это расстояние он прошел и владыка омыл раба чтобы раба не стыдилась подобного себе раба для того он омыл и предателя чтобы ты не стал говорить что малоценен и презренен тот которому нужно оказать служение если он малоценен и презренен то еще не таков как Иуда и не сделал тебе того что сделал тот владыки решившись на предательство после бесчисленных благодеяний и однако предвидя все это Господь омыл его положив нам закон что хотя бы мы были выше всех хотя бы мы были самыми блестящими и знаменитыми хотя бы приходящие к нам были хуже всех мы поэтому не должны избегать служения им и стыдиться их ничтожности а ты жена если видишь что кто-нибудь помогает тебе в делах житейских или содействует в судилище или в чем-либо другом подобном то и встречаешь его и принимаешь с великим благорасположением и целуешь руки и бросаешь серебро и исполняешь дела служанок а если видишь что Христос пришел к тебе то медлишь и уклоняешься от служения ему если ты не принимаешь странника как Христа то и не принимай а если принимаешь то не стыдись и омыть ноги Христовы не видишь ли ты сколь многие изгонимы прибегали к ногам статуи хотя это бесчувственное вещество и бездушная меч но так как это изображение царей то они ожидали получить какую-нибудь пользу от ног их а ты не бесчувственные ноги и не бездушное вещество но созерцая идущий к тебе образ имеющий внутри себя царя не бежишь навстречу скажи мне не попадаешь не припадаешь к ногам его и не служишь всяким способом как это может быть достойно прощения какого не причинит это стыда подумай с кем ты вступаешь в общение напущаясь поднимаясь до надменности и стыдясь служения страннику ясно что с дьяволом потому что гордость его болезнь а если ты подбегаешь то подумай кому подражаешь своему владыке и совершаешь дело Христова какой же стыд скажи мне или какой позор вступать в общение с владыкою и так стыд стыдить этого и считать позором то что делал Христос многое могут сделать ноги святых входя в дом они освещают самый помост вносят сокровища бесчисленных благ исправляют расслабленную природу утоляют голод приносят многие достатки так и ноги Ильи вошедшие в дом вдовицы показали некоторый новый и неожиданный способ плодородия дом вдовицы он сделал пашнею и кувшин ее гумном тогда стал некоторый новый способ сеяния и жатвы она посеяла в уста праведника и рассыпанная пожалуй из кувшина во многом изобилии посеяла муку и пожала муку не нуждаясь и в волнах и в ерме и в плуге и в бороздах и в дожде и в воздухе и серпе и в гумне и в снопах и в ветрах отделяющих метин от плода и в мельнице но в одно мгновение времени нашла конец всего этого в кувшине и два неоскудевающие источника один муки а другой елее произвел голос пророка таковы дары святых у них много изобилия и легкости срываемые из земли сдерживаются а те источники ежедневно почерпаемые не иссякали но была равная борьба истекновение с притоком так щедро дарят ноги святых или лучше сказать еще гораздо больше этого если бы моя беседа не была продолжительна то я исчислил бы много таких даров но как получая честь они приносят столько даров так получая бесчестье они доставляют великое наказание и неумолимый огонь откуда это очевидно послушай самого Христа который говорил ученикам в город в который вы войдете узнавайте кто в нем достоин и там пребывайте входя же приветствуйте его говоря мир дому сему чтобы ты не сказал я трачу деньги и сдерживаю имущество предлагая трапезу странникам он устрояет так что сам приходящий наперед приносит тебе угощения и дары превосходящие всякий избыток какие это снабжение миром ему нет ничего равного видишь ли с каким достатком святой входит в дом это слово хотя просто но основание бесчисленных благ в самом деле что может быть безопаснее того дома который наслаждается миром притом святые спрашивают принимающих их мир не только друг с другом но и с нами самими мы часто имеем борьбу в помыслах и когда никто не беспокоит нас мы спущаемся и порочные пожелания непрестанно восстают на нас эту борьбу унимает то слово святых и производит внутри многую тишину потому что в одно время и он слух произносит это слово и убегает всякое дьявольское внушение и неуместный помысл из нашей души так что ты больше берешь нежели дает и если говорит господь город или дом примет вас и мир ваш придет на него если не примет то отрисите прах от ног ваших истинно говорю вам отрадней будет земле содомской и гоморской в день судей нежели гордо тому видишь ли какой огонь навлекает ноги святых встречая бесчестие поэтому апостол повелевает омывать их чтобы они принимая это служение доставляли нам многое дерзновение пред богом а вместе и тому научает от нас этим увещанием чтобы мы все дела странно приимства совершали сами хотя от себя они ничего не доставляли бедным а лишь прекрасно распоряжались подаваемым другими но они получили великую награду и за то что подаваемые другими распоряжались прекрасно и со всею тщательностью 345 сделайся же и ты прекрасной распорядительницей собственного своего имущества чтобы тебе двоякий плод взять раздачи и прекрасного распорядительства не стыдись служить бедному собственными своими руками христос не стыдится протягивать руку и брать через бедного а ты станешь стыдиться протягивать руку и подавать серебро не крайне ли это безумно одно только постыдно порог жестокость бесчеловечия а благо расположение милостыней и человеколюбие и служение нуждающимся делает нас весьма славными тем более ты богата и достаточно тем более будут хвалить тебя все когда ты будешь не сходить к нищим и ничтожным не только люди но и ангелы и владыка ангелов и не только он хвалит хвалить будет но и отплатит двойными дарами не только за милости но и за смиренно мудрее он приготовил тебе многие награды не будем же стыдиться служения бедным не отказываться омывать ноги странников наши руки освящаются таким служением если ты прострешь их на молитву после этого служения то бог видя их скорее умилостивится и подаст просимые подавать деньги могут многие а чтобы самому служить нуждающимся и делать это с готовностью любовью братской расположенностью для того нужна душа высокая великая и любомудрая этого больше всего требует Павел повелевая сострадать находящимся в скорби бедности и несчастных обстоятельств так как бы мы сами находились в тех же несчастьях поминайте узников говорит он как бы и вы с ними были поэтому и здесь он не остановился только на этом но прибавил еще и другое первое Тимофею 5.10 помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу что значит ко всякому доброму делу значит и в темницу уходить и узников посещать и больных навещать и скорбящих ободрять и плачущих утешать и всеми способами исполнять все посильное и не отказываться решительно ни от чего относящегося к спасению и успокоению наших братьев если же от вдовой жены он требует таких правых дел то какой защиты можем удостоиться мы мужи не делая того что Павел заповедовал делать вдовым женам но может быть кто-нибудь скажет как он требует от вдовой жены такой тщательности когда он беседуя о девстве не сказал ничего такого одев он требовал еще большего любомудрия когда он говорит есть разница между замужней и незамужней и еще незамужней заботиться о Господе как угодить Господу и еще говорю это для вашей же пользы чтобы вы служили Господу без развлечения то намекает этими словами ни на что иное как на то что дева однажды отрешившись от всех житейских дел должна отдать всецело душу свою Богу не иметь ничего общего с землею и не заниматься то тем то другим но всецело отказавшись от этого тратить весь засуг на дела духовные и притча о десяти девах делает очевидным нам то же самое зато они и были исключены из брачного чертова что не имели Илея а Илея есть не что иное как человеколюбие и милостыня и благорасположение и предстательство за терпящих несправедливость и утешение плачущих этого они не имели потому отошли и лишились брачного чертога 347 и так зная все это и жены и мужья и девы и замужние и вдовы будем прилагать великое усердие к милостыне и не станем говорить что такой-то порочен и недостоин благодеяний такой-то ничтожен такой-то презрен ты смотри не на достоинство нуждающегося в помощи а только на нужду хотя бы он был ничтожен низок и презрен Христос вменяет тебе это в награду так как он сам через него получает благодеяние чтобы мы не вздирали на достоинство тех кому оказывается благодеяние послушай что говорит он алкал и дали мне есть потом когда тебе отвечали когда мы видели тебя алчущим и напитали он продолжает так как вы сделали это одному из меньших всех братьев моих то мне сделали таким образом нам не осталось никакого предлога чтобы мы не говорили где теперь найти подобных Ильи где подобных Елисею дай мне таких мужей я со всей готовностью приму их и не откажусь омыть их ноги и послужить им всеми способами чтобы мы не говорили этого он сам что гораздо важнее владыка Ильи Елисея и всех пророков обещал приходить к нам через бедных сказав так как вы сделали это одному из меньших сих то сделали мне не пробегая без внимания этих слов выражение алчущим видели меня и напитали представляет четыре побуждения к милостыне достоинства просящего потому что просящий есть владыка потребность нужды потому что он алчит легкость подаяния потому что он просит напитать его и требует только хлеба а не роскоши и величие дара потому что за эту малость он обещает царство ты бесчеловечен жесток и немилостив постыдить говорит он достоинства того кто просит но тебя не пристыжает его достоинство тронься несчастьем но и несчастье не преклоняет тебя на милость подай по легкости прошение но недостоинство непотребность нужды неудобство подаяния не может убедить тебя подай же нуждающемуся ради величия обещанных за это благ видишь ли четыре причины которые могут тронуть и самый камень и мелочного и глупца и безжалостного и самого медлительного из всех людей какое же будет прощение тем которые после такого увещания и совета презирают нуждающихся скажу к этому еще нечто другое пусть выслушает посвященные в тайны когда нужно тебя напитать то он сам не щадит даже своей собственной плоти когда нужно тебя напоить то он не щадит и не жалеет собственной крови а ты не удивяешь ни хлеба ни чаши какое ты будешь иметь прощение беря такие столь драгоценные блага и щадя свои маловажные смотри чтобы тебе жалеющему подавать Христу с выгодой часто не отдавать дьяволу со вредом когда не подаем бедным мы даем обманщикам часто воры или коварные слуги взяв уходят или теряем по другим обстоятельствам а если избегнем всего этого то пришедшая смерть уносит человека на гимн и так чтобы этого не было будем как взявшая наперед давать просящему Христу и откладывать в нерасхищаемую сокровищницу чтобы нам быть уверенными и в сбережении и в доходе он не только тщательно сохраняет то что взял но и опять отдаст тебе это с очень многим прибавлением не будем думать что у нас уменьшится имущество когда мы подаем милостыню оно не уменьшается но возрастает не сдерживается но умножается происходящее есть некоторый оборот и сеяние или лучше оно выгоднее и безопаснее того и другого торговля подвергается и ветрам и морским волнам и многим кораблекрушениям а семена и засухам и проливным дождям и другим неровностям воздуха деньги же подвергаемые в руки Христову выше всякого замысла никто не может исхитить из рук взявшего данное однажды но оно там остается производя многие незреченные плоды и принося нам в свое время богатую жатву сеющие скудно говорит апостол скудно и пожнет а сеющие щедро щедро и пожнет будем же сеять щедро чтобы нам так и пожать и насладиться вечной жизнью которых постигнем всем и благодатью человека любим Господа нашего Иисуса Христа с которым Отцу со святым духом слава держава честь ныне и пресно и во веки веков аминь